Один раз себя проверь, я не могу. У меня операция на погоночнике. Ну, просто трудно. Дамил, давил, давил, что-то хрустное останавливается. Года три не мог вообще после операции. Желание когда есть. Так, вот слушайте, что я буду говорить, и кто запомнит. Человек должен вылезать из-за стола и еще хотеть есть. Что я сказал? Человек хочет вылезать из стола и хотеть есть. Почему? Потому что 20 минут надо, чтобы пища легла в желудок. Вот человек говорит, я не наелся, это означает, что он наелся. Если говорит, я наелся, это означает, объелся, отравился. Вот мы соль, любим соль. Солим. Нормально, не пересоленая. Нормально, это означает, что в четыре раза пересолено. Нормально. В четыре раза уже все высчитано. Дорожка к инфаркту, посыпанная белым порошком, что сахар. У нас сахара никогда не бывает. Его в расторенном виде или как-то немножко. А что? Мед достать надо. Дорого, но это то, что надо тебе. Мяса у нас не бывает. Батюшка иногда даст. Я не ем, поэтому это вредно. Сегодня разные бляшки нарастают, тромбозы. Все это мясное. Особенно, когда где-то жарят, парят. Не надо у нас. У меня сегодня день рождения. Мне 78. 78. Да я как прожил, так другому на 90 лет никогда не пережить этого. Как меня в магазинке держали, что со мной было. Какие опыты надо мной производил сатана. Опыты. Я выдержал Бог. Почему? Бог, мой Господь. Вот мы идем сегодня в храм. Девочки оденутся. Платье, они все знают. Мальчикам подсказывают. Ты опять на стол руку положи. Замечание 5. Следующий раз вот так. Сам себя накажи. А как наказать? Я потом скажу как. Как? Мы вылезли за стола и сразу поворачиваемся к поварам и говорим. Спаси Христос поварам и накрывающим. Сперва поблагодарить надо. А? Сперва Бога поблагодарить надо. Да, да. Мы Бога поблагодарим на молитве, а потом скажем. Бога благодарим. Так. В храм пойти, мальчики, чтобы одеты в газеты поясок. Ни одной надписи, чтобы не было. Никаких рисунков не может быть на человеке. Кроме растительного. Святые там или что-то. А то у нас в уставе написано. Проверите у него на кармане что-то упорено песено, кажется. Посмотри. Что там у него? Вон. Я отсюда вижу. Ваня, куда тут полезно? Ну вон карман-то. Да, тут есть. Ну, значит убрать. Убрать. Ну, это устав. Его необходимо выполнить. И мы не можем его нарушать. А когда? Никаких Бог потом в сад наш. И потом, когда пройдет время, вы поймете. Ничто не должно отвлекать. Ему можно сказать на двое. А почему мне нельзя? Один даст. А тут прямо написано. Ад уже тебе. Ад тебе даст. И все. Один даст там. Там написано. Ад. Первое слово. Ад. Мы днем здесь никогда не ложимся спать. Но в субботу. Чтобы. Можно обед даже пораньше сделать. Чтобы дети могли хотя бы один час отдохнуть. Чтобы на долгой службе непонятной не дремать. А почему? Не по-русски. Проповедей нету. Мы с детьми будем отдельно заниматься. В воскресенье. Там особый распорядок. Для завтрака идем в храм. Помолились. Возвращаемся. И днем у нас нужно фильмы показывать. У нас есть целый зал. Там у нас много-много на видео. Я привез. Их надо как-то перекачать. Три фильма. Фильмы эти. Просто не выскажешь. Какие люди в мире есть. Не села ЩИИ там. Федор Мелинянка всех побивает. Нет. Пустыня. Засохло. Все. Люди разъехались. И остался только один человек. Он говорит. Я не согласен. Еще не согласен. Но пустыня. Суховеи дуют. И показывает. Все. Засохшее. Нигде нету. Он стал делать. Выкапывать ямки. Делать. Искать там где навоз есть. Щерви появились. Щерви стали прогрызать. Проходит время. У него цветущий сад. И вернулись все люди назад. А другой. Воды им дают. Это парни в Индии. Парни. То есть отверженный класс такой. И он кажется 36 лет долбил тоннель. Через горы. И воду привел. И вся страна жила. А другой мужик. Никто не помогает. Он колодец начал копать. Копал. Копал. И докопался. Он не знал если там вода. Просто не согласился. Он говорит. Ну нет ничего. И пошел ты отсюда. Мы не дали воды. Он разозлился. Вы думаете пошел. Он взял лопату бить. Начал. Нет. Он разозлился само себя. Чего же я унижаюсь впереди. Да. Мы парни. Мы низкие. Щубайсом я никогда не буду. Но нам надо работать. Работать так. Чтобы всем хватило Щубайсом. Платить налоги. Государство требует. Чтобы нам что-то осталось. Журналист надо мной. И что. Не остается. Я говорю. Остается. Мы сыты. Еще у нас за 150 лет. А кто самый важный. Какая специальность. Он не знает куда пойти. Кем быть. Первое. Это земледелец. Вот он. Игорь Барабаш. Он сеет. Рядом Женя Долгов. У него 7600 гектаров. А что такое гектар. Это два полгектара. А полгектара это наши огороды. Вот эти большие. Полгектара. Это выходит у него 15 тысяч. Участков полных. И он обрабатывает у него комбайны. Все завалено. Грещиха. Он кормит страну. На первом месте. И вот так. У меня стоят дети. Но я спрашиваю. Кто кем хочет быть? Девчонка одна. Наверное артистка будет конечно. То есть она будет петь. Где-то ее будут пинать. И везде срам один терпеть. Работать надо. И у меня одна девочка была. Сначала мальчиков я спросил. Кем будешь? Ну тот кто? Космонавтом. Космонавтом. А мальчик один говорит. А я буду работать. Машины ремонтировать. А как? А папа ремонтирует. Я уже так много знаю по машинам. Понятно? Это он уже проживет. А девочку когда спросили. Ну кто что? Она говорит. А я ветеринаром буду. А почему? У меня мама ветеринар. А кто это ответил? Ее родная сестра. Енафа звать ее. Я говорю. Вам теперь надо дружить вместе. У вас дети всегда будут сыты. Работать. Да. Никто не запрещает у нас рисовать. Играть. Писать стихи. Ты можешь. Но ты должен себя обеспечить. На нас один писатель ополчился. Вы живете. В деревне то другое. Я говорю. Тебе картину нарисовать. А какую? А ты кто такой? Я писатель. Шаркасов Георгиев. Шаркасов Георгиев. Шаркасов Георгиев. Прекрасно Владимир. Ты за щитом был сейчас. За батюшками приехал сюда. За батюшками. Батюшки за советством не было и никогда не будет. У тебя ничего нету. Первое. Самое главное. Накомить человека. И когда Бог создал человека и сказал все ешь кроме одного. Ешь. Второе. Когда согрешили. Он сделал кожаную одежду. Это что? Это текстиль. Мелажный кабинет. Одет тело наше. Вот. Если ты в сельском хозяйстве не работаешь, а работаешь там, где одеваешь человека. Не бижутерия. Не разные краски. А именно хорошая, крепкая одежда. Ну. Маленько получше, чем у меня. Но все равно. Главное тело, чтобы закрыто было. А третье. Третье строительство. Надо даже спрятаться от холода. Вот. Кто это строил. И мы должны научиться благодарить тех, кто вот это все сделал. Придумал. Кто пуговки изобрел. Понимаете? Кто выросил вот это все, что мы. Кто коров держит. Навоз вывозит. Доит. Обрабатывает. Все. Сметаной взять. Значит сливок взять на последний день. Завтра покормить сливками. А то они некоторые уедут и знать не будут. И третье. Строить. Строят все. Любая птичка строит гнездо. Мышка копает себе норку. Она мышка варнует. А надо самой делать что-то. А кто все делает? И кормит других. Только один. Только один. Сам добровольно не отдает. У него берут. Что? Еще оба. Говори. Доброе утро, Азиас Иоанн. Давай. Ой. Спасибо, Иоанн. Ну что ты тут много хватил. Как апостол Павел-то я таким не буду. Ну да. да стараемся так мы отец а все столовой только что заехали из города сейчас я посчитаю сколько нас 1 2 3 4 4 мальчика девочек 1 2 3 4 5 девочек и мы уже находимся в домах дома отремонтировали сидим за столом о спаси христос и вам тоже спаси христос отец а с богом уже счетчику грызова свой город тула а его там три парня за вас там выпарки ничего у нас друзья скажем все больше враги и друзья есть но врагов намного меньше даже враги смиряются хотя иногда и друзья превращается в другу так появимся я вас все все благодаря тебя христе божий наш яка насытилась и на земных твоих благ не решилась и небесного твоего царствия нахо посреди учеников то их пришелась и спаси мир дая им приди к нам и спаси нас аминь слава отцу и сыну и святому духу и ныне и пресно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови и воздать твоими милостями всем кто заботится о нас кто приготовил это место для жилья благослови брата михаила которого нет и этого священника и и помоги нам жить в мире в радость и послушание имя твое святое да будет прославлено в жизни нашей хвала тебе отец сын и святой дух аминь спасибо христос спасибо христос что означает вот эти вот шкафчики откройте шкафчики да да это шкафчики гардеробные а как они на той стороне где-то не почему здесь это уже сегодня на вершина уже сегодня здесь полки на делать здесь полки полки делать нет ну значит что такие мешки у вас есть куда-то в другом месте так все я пошел сейчас своими делами заниматься и и может быть съездить меня хотелось сегодня на пруд грязный так я хроману забегу время сколько у нас сейчас время ровно тринадцать ноль ноль геннадий тиханович а наталья с илюши надо все пошли наталья с илюши она выкушает а куда вы ешь у нас не кушают и едят едят кушать это отсутствует кушать это сколько это сейчас все успеют мне надо сейчас отправить я там молитвенно тебя прошу да подожди да все Пошли!